Зачем же нам нужно было вернее? Как это думать? Общаться и громко. Общаться, да. Ну самая первая, наверное, задача в колыбельне это успокоить. Спокойся. Да. Спокойся, ребенок, сделать так, чтобы он заснулся или встал. Ведь в тот момент, когда мы пойдем в колыбельне, мы сами успокаиваем. Какими бы не были вы нервные и напряженные в вечерах, как только мы начинаем верить колыбельно, успокаиваемся не так много, успокаиваемся не так много. И когда успокаиваем весь свой, значит, успокаиваемся не так. Значит, это еще какая-то не только общение совместное, но еще какое-то эмоциональное общение. Эмоции, того, что передается. Есть еще такие исследования. Не знаю, насколько они против, но думаю, что пойдем вперед. Что когда мама поет в колыбельне, детки, особенно если в колыбельне повторяется, детки начинают слушать артина. И в тот момент, когда они слушают артина, они по-другому воспринимают речь. С помощью колыбельных они учатся. Учатся говорить в том числе. Давайте поговорим о том, что же у нас здесь. То есть, так как создает голос, и наш звучащий голос, как инструмент. Для того, чтобы петь, нам нужен воздух. Без воздуха, мы же духовой инструмент. У нас есть связка. Связка начинает вливаться от воздуха, мы даем какой-то звук. И если мы не умеем дышать, если мы дышим как-то неглобно, очень поверхностно, то и спокойно, долго петь у нас навряд не получится. Поэтому я предлагаю начать сегодняшнее практическое занятие. Именно с дыханием. Немножко настроиться на пение и подышать. Дышать мы будем в обычной жизни, мы дышим как угол. Мы можем дышать грудью, очень мало, очень высоко. Мы можем дышать с животом. Но сейчас для пения, пение в принципе, в основном, когда лучше петь, в себя получать плеть с животом. Вот мы сейчас животом подышим. Что мы будем делать? Мы будем в дыхании, надувать живот. Мы поставим в дыхании, а другим поставим на живот. Так, можно сесть в полудок, мне не надо, чтобы было... Какой? Если нет, то можно стопы вести. Да? Лучше что? Мне не надо. Просто это полудок. Я подумала, что тут хорошо, но полудок. Одну руку мы пойдем на живот. А другую мы пойдем на... Проходите. 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 Мы пойдем на йога. Здесь, когда мы дышим, мы не дышим, расширяются не только живот, но и вся вредная клетка. Поэтому уроки будут тоже у нас расширяться. Мы сейчас с вами попробуем. Вдохнуть. Вот посмотрите. Работает обе руки. И ребра здесь. В спину я тоже дышу. То есть я живу не только в живот, но и в спину. Есть ощущения? Попробуем? Рассказывайте. Есть спинно дышим? Или только живот? Есть? У кого не получается, признавайтесь. Все хорошо, да? Ну, в основном живот, конечно. А мы стараемся сейчас... Да, живот в первую очередь. Сейчас мы попробуем с вами потренировать долгий, спокойный, ровный, ровный выдох. Мы будем вдыхать. Так же широко вдохнули, и будем выдыхать на срок эс. Как можно больше. А сами внутри чувствуем, как вы успокаиваете, чтобы этот звук был ровный, дыхание должно быть ровным. Если дергается, успокаивайтесь. Угу. Выдохнули. Еще одна кровь и глубоко. Да. Может так, чтобы я слышала, что у вас активный был такой, да? Когда у вас активный выдох, мы чувствуем, что мышцы начинают работать. Весь такой, да? Мышцы живота подтягиваются. Работает. Так. Хорошо. Еще, еще. Угу. 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 Еще попробуем сейчас, чтобы понять, какие мышцы у нас работают. Мы делаем так. Уже положили руки, чтобы почувствовали, что у нас все работает. Угу. 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 Расслабили, все успокоили. И сейчас мы с вами просто немножечко помычим. Оставимся. Присоединяемся. Слушаем себя. Заканчиваем сниханием. Перехватили еще. Чувствуем, как вибрирует наше тело. Как раз это и получается волшебный эффект голоса. Ведь эффект его не только в том, что мы его можем чувствовать. Когда мы с ним ребенком, мы себя отрижаем, он чувствует, слышит, чувствует, как мой разговор залупался. Хорошо. Сейчас мы покачаем нотку, чуть-чуть возьмем наверх. Так как колыбельные песни всегда делись без инструментов, и мы сейчас с вами будем расспираться без инструментов. Там ничего не возникает. И вам потом просто ничего не надо. Не надо включать фонограмму, музыку, еще что-то. Просто сними в любом месте. В любое время ваш голос у себя с вами. Мы покачаем две соседние ноты. Первый мы уже нашли, так и сними в вторую. Чтоб наш голос звучал более полно. Мы можем быть тихо и глупать только в голову. А можно напомнить звуком лицо. Что-то это будет. Надо послать звук. Вот сюда. Я его посмолору, здесь есть резонаторы, пустые полностью, когда он в соплях. У нас все выполняется в соплях. Возникаем вот этот пауз. Сейчас мы заполняем не сопля, а разум. Так, чувствуем, что он стал выполнение. Как будто бы звучит ярче, да? Есть такое дело? Сейчас положим еще углу на грудь. И возьмем звук больнейший. Почувствуем, как звучит углубной резонат. Мы посылаем звук прям в грудь. И чувствуем, как она... Так, когда мы будем петь более высокий звук, грудь остается. И в грудь он добавляется к ней еще лицо. Так, давайте попробуем по-другому. Да, и спокойнее. Чуть-чуть попробуй поднять звук выше. Потом сейчас еще... Как бы в нижней, нижней челюсти. Пробуй поднять его сюда. Как будто немножко в нос. Чтобы звучали зубы вот здесь. Вот эта часть. Вот эта часть здесь звучит. Прямо улыбнись про себя. Хорошо. А еще просто... Чуть-чуть... 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 И дай на меня. Да? Будет использоваться всеми резонатами. Давайте скажем. Почувствуйте сами вот эти витрации, когда вы попадаете в резонат, их можно почувствовать. Вот я чувствую как вдруг об зубы и опор. Вот здесь вот косточки или зубы, как будто к ним прислоняется. Поставайтесь. Пусть он может быть немножечко такой эскападой. Вот, есть. Еще один. Да, да, да. Прям зубы и щетки. М-м-м. 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 Да. М-м-м. Вот, прекрасно. И когда мы будем петь м-м-м, мы постараемся в это же не оснать. Звук пошел, чтобы зубы прям звенели. Вот я пою, я чувствую как у меня верхняя челюсть резонирует, потому что воздух об нее коллегается. М-м-м-м. М-м-м-м-м. Стараемся немного сужим. М-м-м. М-м-м-м. И покачаем. М-м-м-м. М-м-м-м-м. М-м-м-м. М-м-м-м-м. М-м-м-м. Не резкий, а мягкий, как будто вода течет. Волосы и звук, как вода. Не стоит. Как змея, вода течет. Без костей. И змея вставить. Приставлю ее вся к груди. Еще одну. Тот же самый. Когда воем, чувствуем, что звук у нас, мы нашли резонанс, нашли голову, нашли грудь. И нашли наше дыхание. Вот где начинается наше дыхание? В животе, да? Оттуда начинается наш звук. И еще скажу, что у меня попа сейчас сидит на боку. Вот от пола через боку звук идет вверх. Прямо полностью все тело. Не только, но так как вам. Все тело, каждая косточка, каждое место. Для этого нужно полностью расслабиться. И если мы что-то нажимаем, то звук перестанет резонировать. Пробуем еще. Все свободное. Тело свободное. Ощущаем звук, как будто он вверх. По каждой косточке. По... Если нужно куда-нибудь переслониться, можно... На стеночке. Можно сюда вот движение. Можно встать даже. Давайте встаем немного. Пока мы так раскрываемся. Потом засядем. Значит, мы вот вдохнули. Сейчас у нас, раз мы встали, то у нас тело обвинился на ноль. Значит, мы сейчас будем искать звук, который идет от пяток и до основной макушки. И я чувствую, это ощущение я не могу передать от себя к вам. Вы можете только его найти у себя. Вот вы расслабились и попробуйте почувствовать звук своего голоса во всем вашем теле. Все свободное. Все здесь ничего. Можно покачать, проверить. Все здесь свободное. Да. И вот сейчас ловим ощущения от пятки до самой макушки. Можно даже положить голову себе на макушку, чтобы макушка вибрировала. Я разговариваю, у меня вибрирует макушку. Попробуйте. 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 Все начали, да? Хорошо. Вот сейчас мы в руку положили и будем чувствовать звук, который от пяток до макушки. И качаем две нотки. То же самое чуть повыше. Попробуйте. 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 И то же самое. Просто тихонечко слушаем. Можно убрать уже руку, чтобы не было ощущений сходить, да? Мы сейчас мысленно сконцентрировались в понимании… На нашем занятии мы распелись, разогрели наш голос, научились пользоваться резонаторами, Соединили головной и грудной резонаторы И самое главное, почувствовали свободный голос Голос, который свободно льется во всем теле Мы разучили несколько колыбельных А под конец занятия оставили время для творчества Для того, чтобы написать текст колыбельных самим Посмотрим, что из этого вышло Можно зачитать, чтобы вам не было страшно Я начну со своего Бай, бай, баю, дитятки киваю Дитятки киваю, песни напеваю Это первая частичка С баю на первую струк Или баю, баюшки баю Люблю дитятку мою Серо-волка не боюсь Милую песенку спою Вот так Кто готов еще поделиться творчеством? Ну давайте пообщем Даша А я спешала Хорошо, я думаю Баю, баюшки баю Сыну песенку пою Баю, баю, баю Малыша качаю И любовь свою дарю Баю, баюшки баю Поиграйся Поиграйся Можно еще где-нибудь потом рядышком написать имя малыша И к следующему дарючу подумать о какой-то четверостише с использованием имени Хатя Ой, процелую Баю, баюшки баю Баю, баюшки баю Играю Радость словно птица летит И обображаю, что земля и нами Словно сказки бог на кредит Все в любви сияет Бедность читает Только песня, только семья Дальше я еще не буду Тут будет я его к следующему заданию задания Итак, дальше Баю, баю, баю Олешечку качаю Частью мне и желаю Для этого внимания А дальше Ой, баю, баю, баю Заньки бейся Не спою И чем не можем Хорошо Ксюша Баю, баюшки баю Колобейляю спою Буду я качать быстрее Засыпай малыш скорее Ой, прекрасно Света Баю, баю, баю Девочки с вами Либо не покачают Остальные поцелуны Я предлагаю Каждый из вас Взять домой то, что вы сочинили Подумать, над чем идти еще Например, вдруг придет приходение Пока вы будете готовить ужин Или посыл И вечером И попробовать придумать Свою собственную мелодию Пусть она будет на основе Для того, чтобы выучить У нас есть два таких основных народных варианта Первый вариант Баю, баюшки баю Не вожись на краю Можно спеть? Баю, баю я напою Девочку свою люблю Прекрасно ложится Или та вторая, которую мы про кота Можно попробовать Сейчас Хорошо Пую, баю, баю Девочку качаю Счастья и желаю И крепко обнимаю Можно попробовать Поэкспериментировать Выбор для себя Какую-то мелодию И даже Изменить эту мелодию Что-то придумать У человека есть на телефоне Диктофон Можно пока вы придумываете Записывать на диктофон Потом послушать Выбрать какой-либо вариант И заучить его Это не обязательно знать ноты Можно просто На слух Этот кусочек Заполнить Тебе где-нибудь Эту запись оставить Потом Сочинить Холуберной Длиной В две страницы Ну хорошо Давайте мы с вами Тогда встанем И тихонечко Вспомним Переписники Которые мы сегодня С вами Разучили Эти висточки Вы можете взять С собой Можете И должны И мы попробуем Тогда В следующий раз Когда мы Встреча Мы сейчас Поговоримся С вами Я надеюсь Что Листочки Ставлю Шире Больше И Спотвенник Будет Еще Больше Если Вам нужна Помощь В придумывании Роди Придумаем Какой-то С вами Не забывайте О тех Украшениях Которые С вами Делаем Баю Баю Это можно Вставить В вашей песне Вот вы можете Написать Может даже Красиво Печатать И разрисовать Какими-то Мелодическими Линиями Просто Пусть это будет Линия От руки Дорисованная Без каких-то Нот Ноты Знать Не обязательно Можно просто Относить Ну что Давайте Когда мы вспомним Баю 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 Не Ложись А На Краю Придет Сенький Волчок И Укусит Забачок Да И эту Самую Баю 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 Сенький Ладно А сняли И про Котика Сейчас Чтобы удобно Было Баю Баю Кота Колыбей Кота А У Дитя Кима О И Пок Во Вспоминается Попробую И Баю 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 Кота Колыбей Коза А Та А У Десятки Мало Ким Звучит музыка 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 Звучит музыка